сегодня у нас будет продолжение про проективную геометрию а со следующего раза начинаются две лекции вместе с лицензатом будем повторять всю линию на алгебру вместе с третьекурсниками ну и после этого у нас будет еще одна лекция 16 июня то есть мы три недели учимся в июне но что на ней будет это либо мы вернемся к проективной геометрии либо можно еще что-то повторить да можно консультацию сделать разбирать избранные темы по просьбам слушателей да еще я отметила кто как участвовал семинарах я там долго не отмечала но сейчас это все появилось но там по видео ему какие-то семинары у меня нет информации поэтому если вы что-то помните что вы там что-то рассказывали на это не отмечено то вы мне напишите я отмечу ну строго до начала сессии да то есть видимо до 20 июня будут задачи для подготовки собственно они уже есть но это прошлогодний список поэтому там есть что-то проективную геометрию там явно есть что-то чего менюс перри изучить но все остальное там такое же как в этом году будет то есть можно просто тема проективной геометрии там пока не смотреть но все остальное там соответствует задач задач будет 8 нужно будет решить 6 на полный балл до 3 часа а что некоторые задачи возможно буду в тестовом формате нужно будет выбрать там все верные утверждения например списка ну вот одна задача может быть две нет просто выбрать северного как у нас было два таких теста потом это к сожалению прекратилось потому что на самом деле сложно придумывать так чтобы они были осмыслены они на странице курса да там ниже если пролистать там есть фраза что если хотите узнать что будет то вот образец прошлого года но я скоро их вывешу да я туда оттуда выкину лишнее и вывешу так чтобы это было лучше видно до прошлый раз мы определили проективное пространство проективное преобразование проективное подпространство в общем выглядело как будто бы заново изучение на алгебру только все у нас проективная они векторная или афинная ну а сегодня мы дальше продвинуться в этом направлении мы определим проективные коники и квадрики заодно станет понятно зачем нам вообще проективное пространство то есть они действительно делают нашу жизнь проще это будет видно значит что такое проективная квадрика ну мы знаем что обычная квадрика это нужно взять квадратичную форму ну и дальше может быть еще добавить какие-то там линейные члены или константы вот проективная квадрика это гораздо проще вопрос то берем квадричную форму и рассматриваем множество ее нулей значит пусть у нас есть проективное пространство размерности значит я напомню что она определялась как множество прямых в каком-то векторном пространстве на единицу большей размерности значит размерность значит размерность v равна n плюс 1. Ну и оно над каким-то полем f. Значит, v – векторное пространство. Ну и также мы в прошлый раз обсудили, что можно точки в проективном пространстве, которые на самом деле прямые векторные пространства, задавать с помощью однородных координат. Значит, это очень важное понятие. Это такие глобальные координаты на проективном пространстве. Далеко не всегда бывают глобальные координаты. Ну и тут они тоже не совсем координаты. Они определены с точки зрения пропорциональности. То есть одна и та же точка может быть задана одним набором координат, а может быть задана другим набором координат, но они отличаются умножением на какой-то скалер. Значит, если у нас есть прямая в векторном пространстве v, ну, она натянута на какой-то вектор. Значит, это можно сказать, что множество всех векторов пропорциональных какому-то данному вектору. Ну, v не равен нулю, естественно. То есть на любой ненуливой вектор мы можем натянуть прямую, а она состоит по определению всех векторов, которые пропорциональны этому данному вектору. То есть мы можем сказать, что это прямая, натянутая на вектор v. Теперь как задать эту прямую координатами? Ну, возьмем координаты этого вектора, значит, выберем какой-то базис вектором пространстве. Значит, у вектора v будут какие-то координаты. Ну и традиционно координаты нумеруются от нуля, потому что их же будет n плюс 1 штука, размерность n плюс 1. Ну вот добавляется еще как бы нулевая координата, и их действительно становится n плюс 1. Ну, нумеруются они не от 1 до n плюс 1, а от нуля до n. Такое традиционное соглашение. Вот. Тогда мы говорим, что прямая задается этими же координатами, но, естественно, их нужно рассматривать с точностью допропорциональности. Поэтому мы тут ставим двоеточие, то есть это как бы не двоеточие, а знак деления. Можно так это воспринимать. То есть что это означает? Это означает, что на самом деле мы рассматриваем класс эквивалентности всех наборов координат, которые отличаются умножением на скаляр. То есть мы говорим, что x0, x1 и так далее, xn набор чисел, эквивалентен набору чисел λx0, λx1 и так далее, λxn. Ну, потому что соответствующие векторы, коллинеарные, они задают одну и ту же прямую. То есть вот это то, что называется однородные координаты на проективном пространстве. Ну, они удовлетворяют, да, такому странному свойству, что, скажем, ну, это прошлой же обсуждали, что точка, скажем, с координатами 1, 1, 2, да, это то же самое, что точка с координатами 2, 2, 4. То есть в строгом смысле слова это, конечно, не координаты. Карнаты мы привыкли, что это что-то, что находится подозначено именно в соответствии с точками. То есть если у точек разные координаты, то это разные точки. Тут это не совсем так, тут вроде бы карнаты разные, точка одна и та же. Но зато эти карнат достоинства, что они определены на всем пространстве сразу, это на самом деле здорово, такое редко бывает в жизни. Да, значит, пусть у нас есть проективное пространство, ну и на нем выбраны какие-то однородные координаты. То есть мы зафиксировали базис векторное пространство, поэтому у нас получились однородные координаты в проективном пространстве. Тогда квадрика это множество точек в проективном пространстве, заданных однородным многочленом степени 2 от этих координат. Значит, это гиперповерхность. Ну, я скажу, множество нулей. То есть множество нулей одного единственного уравнения обычно всегда называется гиперповерхность. Значит, множество нулей. Уравнение. Ку от х0 и так далее. хn равно нулю. Ну, ку, как обычно, это обозначение для квадратичной формы. То есть однородный многочлен степени 2, мы его привыкли называть квадратичной формой. Значит, ку это квадратичная форма. Вот. То есть видно, что уже немножко стало проще, если в афинном пространстве квадрики там бывают заданы неоднородными многочленами степени 2, то тут, на самом деле, ничего другого не придумаешь из-за того, что вот у нас есть такое странное свойство этих координат. То есть если бы мы взяли неоднородный многочлен, мы бы столкнулись с тем, что он может быть равен нулю на таком наборе координат, но не равен нулю на таком наборе координат. Ну вот давайте рассмотрим какой-нибудь пример. Значит, если я беру многочлен, однородный, допустим, x0 квадрат плюс x1, x2, вот, то все нормально. Значит, если какая-то точка… Ну давайте я так подберу, чтобы 1, 1, 2… Так, видимо, нужно вот так вот взять. Вот так. Значит, точка 1, 1, 2 несомненно удовлетворяет этому равнению. Вот, ну и точка 2, 2, 4 тоже удовлетворяет. Да, и вообще любая точка вида лямбда, лямбда, 2 лямбда. Да, потому что лямбда, когда мы подставим, лямбда просто вынесется. То есть если 1, 1, 2 удовлетворяло, значит, мы подставляем лямбда, получается 2 лямбда квадрат минус лямбда квадрат умножить на 2 равно нулю. Вот, то есть лямбда квадрат просто выносится, остается 2 минус 2 равно нулю. Все получается. Вот, а если бы многочинок был неоднородный, вот если бы тут еще был какой-то x1, значит, вот это, как бы, пример. Пример квадрики. Давайте теперь рассмотрим контур-пример, чтобы было видно, почему на самом деле условие однородности оно никакой общности не ограничивает. Оно просто совершенно необходимо, чтобы было разумное определение. Ну, значит, контур-пример. Допустим, мы его попытались взять что-то неоднородное. Ну вот, например, то, что здесь. И еще там, например, x1 минус x2. Да, тогда у нас по-прежнему точка 1, 1, 2 удовлетворяет этому равнению. Да, получается 2 минус 1. Сейчас, нет. Только плюс x1 минус x0. Да, плюс x1 минус x0, спасибо. Значит, оно удовлетворяет этому равнению. Значит, 2 минус 2 плюс 1 минус 1. А вот если мы возьмем точку 2, 2, 4, то что у нас получится? Ну, значит, тут получится опять 0. Это мы уже проверяли. Ну, да, так... Нет, да, это как-то... Какой-то неудачный контур-пример получился. Как бы вот так поправить. Если это вот именно то, что лямбда, 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 это и есть квадрика? Нет, квадрика... В смысле квадрика? Вот честная квадрика сдается однородным равнением. И мы видим, что если какая-то точка лежит, то все ее как бы кратные... Если квадрика, то там, кажется, у нас значенности... А у нас координаты x1, x2, x0, да? Нет, вот в порядке x0, x1, x2, да. Это в прошлый раз у нас какие-то были такие перестановки, чтобы было что-то более естественное с точки зрения координатной плоскости. Но теперь мы вот твердо возвращаемся как бы к стандартным координатам. x0 всегда первая координата. Да, это какая-то неудачная точка, и с ней все будет нормально, да. Давайте подправим это уравнение. Да, как-то... Загадочно получается. Ну, в общем, ладно, давайте я это оставлю в качестве упражнения. Почему-то сходу не получается. Показать, что если q не однородный многочлен, то найдется такая точка А0, А1, А2. И какая-то точка, точка-то же самая, но другие как бы однородные координаты, ее задающие лямбда А0, лямбда А1, А2, равно 0, но не выполнено уравнение q от лямбда А0, лямбда А1, лямбда А2, равно 0. Я вот что-то сходу не могу воспроизвести хороший пример, но на самом деле любого неоднородного многочлена можно найти вот такую... Одну тройку, другую тройку ей пропорциональную, что значит на одной он обращается в ноль, на другой не обращается. То есть никакой неоднородный многочлен не даст нам ничего разумного в этом определении. То есть многочлен обязательно должен быть однородным. Ну, давайте теперь рассмотрим самые интересные случаи, когда можно рисовать картинки. Значит, это случай n равно 2. Тогда алгебраические геометры говорят не квадрика, а коника. То есть квадрики на проективной плоскости называются коники. Значит, коники – это квадрики V2. То есть это, получается, просто какие-то кривые. То есть если мы на... У нас две степени свободы, а мы не укладываем на них одно условие, получается что-то одномерное. Значит, давайте выясним, какие бывают проективные коники в случае, когда наше поле – это вещественные числа. Тогда речь идет о вещественных проективных кониках. Давайте попытаемся их классифицировать. Мы уже как-то классифицировали афинные коники, и там получается, что там иногда добавят эллипс, иногда парабола, иногда гипербола, иногда пара прямых, иногда двойная прямая, иногда точка. В общем, получается, 6 разных случаев довольно сложно. Вот. Сейчас мы увидим, что классификация проективных коник – она исключительно проста. Значит, сейчас я нарисую картинку. Я специально ее перерисовала из Городенцева. Значит, ссылка на его записки есть на странице курса. Вот. И там можно посмотреть более красивую картинку. Но давайте я попробую что-то изобразить на доске тоже. Значит, что такое проективная коника? Значит, нам нужно взять квадратичную форму от трех переменных. Давайте попытаемся понять, как вообще может выглядеть квадратичная форма от трех переменных. Вроде бы мы такое изучали. Мы классифицировали все квадратичные формы. Значит, давайте вспомним, что мы про это знаем. Значит, квадратичная форма в R3. Значит, кто помнит классификацию квадратичных форм в R3? То есть, видимо, чтобы классифицировать коники, нужно классифицировать квадратичные формы в R3. Значит, кто помнит их классификацию? То есть, если нам разрешается как угодно выбирать координаты, какому максимально простому виду мы можем привести квадратичную форму в R3. А ведь совсем недавно мы изучили квадрики. Можно сказать, двух недель не прошло. Нет, квадратичные формы в R3. Да. С точностью до знаков всему познаваем. Ну, знаки нам важны, потому что мы же над вещественными веществами. Мы не можем взять и минус поменять на плюс с заменой координат. То есть, видимо, нужно посмотреть, какие бывают сигнатуры. То есть, сигнатура может быть 3, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 3 – это если не вырожденная форма. А дальше бывают всякие вырожденные варианты. Значит, может быть 2, 0, 1, 1, 0, 2. И, может быть, 1, 0, 0, 1. Ну и просто нулевая форма, в принципе, тоже может быть. Значит, это все возможные сигнатуры. То есть, количество положительных квадратов, количество отрицательных. Но далеко не все из этих форм дают нам квадрики. Потому что у некоторых уравнений просто не будет решения. Ну вот, например, если я возьму такую сигнатуру, значит, что получается? Значит, получается, что в каких-то координатах моя форма записывается как сумма квадратов. Сейчас у меня координаты были x0, x1, x2. Значит, что это означает? А мне говорят, что нужно приравнять эту нулю и посмотреть на ненулевые решения. То есть, ненулевые, потому что прямые векторы на пространстве, они задаются ненулевыми векторами направляющими. То есть, все вот эти координаты одновременно не могут быть равны нулю. Какая-то должна быть ненуль. Но видно, что у такого решения есть только нулевое решение. Поэтому здесь получается, что нет решений в P2. То есть, координаты, в данном случае, пустое множество. Ну, тут, в общем, и изучать нечего. То же самое, конечно, для вот этой сигнатуры. То есть, если мы возьмем с минусом, понятно, что на уровне уравнения никакой разницы нет. Просто обе части умножатся на минус 1, но множество решений не изменится. Значит, вот эти эквивалентные. То есть, мы сразу можем сказать, что вот эти вот дают нам одну и ту же конику. И что еще нам дает одну и ту же конику? Ну, вот тут, получается, пустое множество. Давайте я сразу все это и вычеркну. Значит, вот это я все вычеркну. Так, ну, это, наверное, я тоже вычеркну. Я тут не написала, что все-таки должна быть не нулевая квадричная форма. Потому что если она нулевая, то получается все пространство. И это как-то не очень интересно. Странно считать это гиперповерхность. Значит, это, значит, даже не буду включать список. Значит, это мы оставляем, вот это мы вычеркиваем. Значит, осталось вот три варианта, с которыми нужно более детально разбираться. Причем два этих вариантов на самом деле задают одну и ту же конику. Значит, давайте посмотрим на вот этот вариант. Значит, здесь получается, что в некоторых координатах наша квадрика сдается уравнением два квадрата с плюсом, третий квадрат с минусом. То есть получается x0 квадрат плюс x1 квадрат минус x2 квадрат. Ну, а в этом случае просто мы все знаки меняем на противоположные, но уравнение от этого сдает то же самое множество. Ничего не меняется. Да, а в этом случае у нас получается x0 в квадрате минус x1 в квадрате равно нулю. Такое уравнение. Вот. Ну, давайте вот нарисуем множество точек в R3, которые заворяют этому уравнению. Но нас на самом деле интересует, конечно, множество прямых. То есть это будет такая поверхность, которая заметается семейством прямых. Значит, кто-нибудь может так сходу сказать, что это вот за поверхность такая в R3 заданная таким уравнением? Такая, потому что на расстоянии не считая поверхность заметается движущейся прямой. Что? Это страшные слова. Какие страшные слова? Да, эту поверхность можно сложить из бумаги. вот надо как-то вот так вот сделать. Кулечка? Нет, ну у меня бумаги не хватает смысла. Она, конечно, будет бесконечно. Тут тоже должно быть как бы такая же такой же кулечек. Как это называется такая поверхность? Это по-моему, называется конусом. Да, конус, совершенно верно. Конус. Это и будет конус. Прямой, круговой конус. Сейчас. То есть это поверхность, которая получается, как ее определяют, по-моему, что там в учебниках геометрии нужно взять прямоугольный треугольник, ну, видимо, равнобедренный, и начать его вращать вокруг вертикальной оси, вот вокруг вот этого катета. И он заметет прямой круговой конус. Но только мы хотим бесконечный конус взять. То есть нам нужно брать не треугольник, а такой вот как бы бесконечный угол. Бесконечные в обе стороны. Ну, давайте я попробую это изобразить. Сейчас я специально перерисовала то, что было у Граденцева. Так, сейчас я вот эту ось немножко сделаю так, чтобы она не сливалась с конусом. Значит, вот есть прямые нейнообразующие этого конуса. Это прямые, которые образуют угол 45 градусов с вертикальной осью. То есть вот тут как бы угол 45 градусов. И вот мы начинаем вот эти прямые нейнообразующие вращать относительно вертикальной оси. и вот они заметают конус. То есть тут получится как бы в сечении такая вот окружность. Внизу тоже получится в сечении окружность. Нет, тут даже ее будет видно. Ну, он, конечно, бесконечный. Я просто рисую некоторые вот такой кусочек конечный. Вот. Значит, получился конус. То есть мы тем самым доказали путем классификации квадричных форм, что все невырожденные проективные квадрики, да, невырожденные означают, что вот эта вот форма невырождена. Значит, все невырожденные коники в P2 проективные, эквивалентные вот этой вот стандартной конике, которая называется конус. Что? А, это выраженные случаи. Смотрите, давайте сначала вот это невыраженные, давайте сначала разберемся с невыраженным. А потом перейдем к выраженным. Что-то невыраженная коника, а это выраженное. То есть тут определитель матрицы грамма равен нулю, поэтому мы говорим, что она выраженная. А здесь определитель матрицы грамма не равен нулю. Вот. Ну, конус он называется именно поверхность, а мы же все-таки не в R3 живем, мы хотим перейти в P2. То есть мы теперь говорим, что точки нашей коники это прямые на этом конусе. То есть вот, например, есть вот такие вот две точки, вот эти две прямые. Там можно какое-нибудь другое применение инообразующее взять. Это еще одна точка, ну и так далее. Вот. Как себе это представить наглядно, уже не в трехмерном пространстве, а на плоскости? Ну, стандартный способ взять и выбрать какую-нибудь афинную карту. То есть взять и рассечь этот конус какой-нибудь плоскости, не проходящей через начало координат. Вот. Спрашивается, что мы, в принципе, можем получить сечение? Две параболы. Две параболы не сможем получить. Можем одну параболу получить. Да, действительно, чтобы получить параболу, значит, нужно провести плоскость параллельно одной из образующих. Вот давайте, например, сейчас давайте я вот это вот сотру, вроде мы тут уже все поняли. Значит, давайте посмотрим на разные сечения и убедимся, что получается все известные нам афинные коники невыраженные, которые мы так долго классифицировали. Ну, давайте сначала начнем как бы с горизонтальной плоскости, получим эллипс. Значит, возьмем плоскость х2 равно 1. Значит, кто может сказать, что получится в пересечении с конусом? Давайте конус обозначу. С. Значит, что получится в пересечении с конусом? Если мы рассечем просто горизонтальной плоскостью на высоте 1. Да, получится просто окружность. То есть, если это 1, то здесь получится вот такая вот окружность. Значит, это покружность. Ну, понятно, что немножко меняя угол наклона этой плоскости, можно и разные эллипсы получать. Вот, теперь, чтобы получить гиперболу, ну, можно, например, взять плоскость, которая параллельно... Сейчас давайте я где-нибудь обозначу. Значит, это х0, это х1, это х2. Плоскость параллельна плоскости х0, х2. Ну, например, плоскость х1 равно 1. Значит, тогда получится одна ветвь гиперболы вот здесь вот. И вот тут вот получится другая ветвь гиперболы. То есть, видно, что это действительно что-то из двух компонентов связанности. А, то есть, это гиперболы? Это гиперболы, да. Ну, можно даже честно... Тут мы как бы опираемся, конечно, на картинке, но можно совершенно честно проделать вычисления. Ну, вот, например, в первом случае, значит, нужно вместо х2 подставить 1, и понятно, что вот на этой розовой плоскости, ну, которую я не рисую, чтобы тут не заморажившись, чертешь, но у гаденцевой плоскости тоже красиво нарисованы. Вот, на розовой плоскости удачные координаты будут х0, х1. И тогда там как раз получится х0 квадрат плюс х1 квадрат минус 1 равно 0. Вот. Это окружность. Значит, в этой плоскости удачные координаты это х0, х2. Там действительно получается, мы должны поставить единицу вместо х1, и у нас получается х0 в квадрате минус х2 в квадрате плюс 1 равно 0. Ну, это, в самом деле, гипербола, у которой асимптоты идут под углом 45 градусов в координатной массе. Вот. То есть получается надо только понять, в каком из углов она. Значит, если если вот это х0, это х2, то если х0 очень большое, то если х2 равно 0, а х0 не равно 0, то вроде решений нет. Да, то есть я правильно нарисовал. Ну, и как же получить параболу, какую нужно плоскость взять? Можно какой-нибудь явный пример? так. Спасибо. Спасибо. То есть, чтобы получилась парабола, должна быть одна ветвь, да, у параболы, известно. Одна ветвь, то есть нужна какая-то плоская, которая пересечет, например, верхнюю половину конуса, но, наверное, не пересечет нижнюю. Но при этом что-то должно уйти на бесконечность. То есть плоскость должна быть параллельна одной из прямолинейных образующих. Иначе эти ветви параболы где-то там сомкнутся, у нас на самом деле получится эллипс. А чтобы они не сомкнулись, нужно, чтобы плоскость была параллельно образующей. Но можно, например, взять вот это образующие, которое лежит в плоскости х1, х2, и параллельно ей провести плоскость, ну, например, х1 минус х2. А, вы наоборот хотите параллельно вот этой образующей провести? У меня просто там... Да, можно параллельно этой. Значит, х1 минус х2. И что это? Равно 1, да? Так, это тогда, где она пройдет? Значит, х1 должно быть побольше, а где-то вот тут она пройдет. Значит, сейчас я попробую нарисовать эту параболу. Сейчас через вот эту точку она пройдет. Интересно. Это была точка с координатами 1, нет, 0, 1, минус 1. Значит, что у нас получается? 1 минус... Нет, через эту точку не пройдет. Ну, ладно. Значит, она немножко выше пройдет. Ну, вот какая-то такая параболия. Ну, можно теперь честно посчитать. Значит, если х1 минус х2 равно 1, то... Значит, какие координаты удобно брать в этой плоскости? Ну, например, можно взять координаты... Сейчас она уже такая косая. Ну, наверное, х0 можно оставить. Ну, в принципе, можно честно взять афинные координаты. Давайте тут проделаем все честно. Чтобы ее учить параболу, мы взяли параллельнообразующую плоскость. На самом деле, как это делается по науке, мы фактически выбрали афинную карту, то есть некоторую плоскость, которая не проходит через начало координат. И тем самым у нас появилось условие, что какая-то линейная функция от координат не равна нулю, потому что она равна единице. Дальше, чтобы перейти к афинным координатам, значит, нужно поделить однородные координаты на вот эту вот ненуливую функцию. То есть у нас получится х0 делить на х1 минус х2, х1 делить на х1 минус х2. Ну и, в принципе, мы могли бы взять х2 делить на х1 минус х2, но это уже совершенно излишне, потому что эта координата однозначно определяется под двум вот этим. То есть это нам на самом деле не нужно, а вот это полностью определяет точку в афинной карте. То есть вот это наши новые координаты. Давайте их обозначим. Это будет t1, а вот это будет t2. И теперь мы в этих новых координатах напишем уравнение коники. Ну, значит, мы можем сразу поделить это уравнение на х1 минус х2 в квадрате, чтобы перейти к новым координатам. Понятно, что как бы уравнение 0 от этого не ухудшится. Значит, у нас получается t1 квадрат плюс t2 квадрат. Ну, а дальше нужно выразить х2 делить на х1 минус х2 через вот эти две координаты. Значит, кто может это сделать? Я знаю, что в прошлом году мы на семинарах такое делали, и почему-то это вызывало какие-то неимоверные сложности. Ну, да, вот мы поделили, как бы, ну, можно тут теперь разбить на три дроби. То есть первая дробь – это, очевидно, t1 в квадрате в наших обозначениях, вторая – это 2 в квадрате, а третья – это вот х2 делить на х1 минус х2 в квадрате. Но мы ее хотим выразить через t1 и t2, потому что она, очевидно, выражается. То есть вот получилась такая задача по алгебре, по школьной алгебре. Значит, нужно, используя координаты t1 равно х0 делить на х1 минус х2 и t2 равно х1 делить на х1 минус х2. Значит, нужно выразить х2 делить на х1 минус х2 через t1 и t2. Значит, такая школьная задача. Ну, мне кажется, надо это смотреть как-то так, что это штуки однородные. То есть, как бы, если мы х0, х1 и х2 все умножим на одно и то же число, вот эти выражения никаким образом не изменятся. Поэтому видно, что тут реально две степени свободы – t1, t2. А это как бы, ну, обязаны через них выражаться. То есть тут три координаты, но реально нам важны только их частные. То есть, если мы знаем частный х1, х2 делить на х1 и, скажем, х0 делить на х1, то мы можем найти и частное… Сейчас, вот если мы знаем, да, х0 делить на х1, к примеру, и х1 делить на х2, да, то, конечно же, мы можем найти х0 делить на х2. Все же с этим согласны, да? Мы их просто перемножаем. Это какой-то был такой забавный текст в Фейсбуке от студента Колумбийского университета, который там экономику изучает. Ну, он решил как-то народ потроллить и написал какой-то текст, где была куча несообразностей, чем они там занимаются, что такое экономика. Но было непонятно до конца, то ли он действительно шутит, то ли как-то… Ну, и правда, чем-то они такими странными занимаются. Но момент, когда я поняла, что он действительно шутит, был такой. Он говорил, что к ним там по пятницам приходят люди, которым интересно покупать там разные… Играть на разнице курса валют. И вот поэтому студенты организовали семинар, чтобы, так сказать, этим людям помочь. И у них есть один студент, который очень хорошо угадывает курс иены к доллару, просто замечательно предсказывает. И студент, который замечательно предсказывает курс доллара к евро. Но, к сожалению, пока нет таких юных талантов, чтобы они курс иены к евро предсказывали. Вот не получается. И вот в этот момент я точно понимала, что да, это значит полное издевательство читателями. Ну и потом действительно выяснилось, что да, это была такая несколько злая шутка. Ну и многие поверили, что действительно все так и есть. Вот. Я к тому, что на самом деле тут вот это Т1 и Т2 проедает все. Ничего больше не нужно. Ну просто надо понять, как это технологично, как вот это вот технологично выразить через Т1 и Т2. Ну вот, мне кажется, нужно заметить, что если мы из Х1 делить на Х1 минус Х2 вычтем Х2 делить на Х1 минус Х2, то мы вроде как с неизбежностью должны получить единицу. Правда же? Вот. Ну вот это вот, это как раз Т2. Да? Да, значит, вот это, ну, должно быть Т2 минус 1, да. Да, то есть тут, значит, получается Т2 минус 1 в квадрате. И это равно нулю. И как-то нужно увидеть, что это парабола. Ну, вроде видно, потому что Т2 в квадрате сократится, да. И получится Т1 в квадрате минус… Нет, плюс 2 Т2. Т2 минус 1 равно нулю. Ну, это какая-то сдвинутая парабола. То есть не стандартная прямо школьная, но какой-то ее сдвиг. Сейчас, ну, хотя в школе же общий квадратный трехчлен изучают, да? Тоже. То есть это задается уравнение, там, Т2 равно какой-то квадратный трехчлен от Т1. Так что вроде это вполне школьная вещь. Ну, в общем, видно, что это парабола. То есть на самом деле умение переходить однородный к финнам – это некий такое вот… Ну, это простое умение, но его нужно как-то вот все-таки в себе развивать, потому что так иногда действительно кажется, что одна часть другой не выражается и чего-то не хватает. На самом деле всегда всего хватает. Да, значит, мы получили, что окружность, элипс, гипербола, парабола и все вот эти вот разные афинные случаи – это один и тот же случай на проективной плоскости. То есть если написать тут слоган, то мы доказали, что все проективные коники… Значит, давайте я тут это напишу картинкой. Значит, все вещественные, все невырожденные вещественные проективные коники… Проективные эквивалентные. Невырожденные вещественные коники… Проективные эквивалентные. Вот такой неожиданный факт, потому что, например, про квадратичные формы вещественные мы знаем, что они как бы разные. Есть там сумма квадратов, есть 2 плюс, 1 минус, и они не переводятся друг друг к замене координат. А вот коники все проективно-эквивалентны. Ну, осталось разобраться с выраженными кониками. Значит, давайте теперь мы вместо конуса нарисуем поверхность x0 в квадрате минус 1 в квадрате равно 0. Значит, как такая поверхность называется? Вот это вот было x0, а вот это – x1. Значит, теперь нам нужна поверхность x0 в квадрате минус x1 в квадрате равно 0. Значит, это должно быть такое более вырожденное, чем конус, но тоже заметается семейством прямых. Ну, может быть, нам и не придется это рисовать, может быть, мы и так поймем, что это такое. Да, две пересекающихся плоскости. То есть одна действительно пойдет как-то вот так, ну, то есть как такая книжка. То есть взять книжку, там, раскрыть под углом 90 градусов, ну и продолжить обе обложки до бесконечности. Да, вторая плоскость как-то вот так пойдет. Вот, то есть это, очевидно, что-то вырожденное, ну, это и называется, да, вырожденная коника. То есть если теперь брать сечение афинной карты, то видно, что там получается пара прямых. Ну, вот, например, вот это. Пара прямых. Вот, ну и еще, на самом деле, да, я как-то рано, по-моему, вычеркнула, да, я там вычеркнула случай, но на самом деле теперь я вижу, что это было как-то чересчур уж оптимистично. Все-таки вот такая вот квадратичная форма тоже определяет непустое множество. Правда же, у нее решения имеют вид вот такое выравнение. Решение это лямбда 0,0, то есть лямбда не равно нулю. То есть это все-таки тоже коника, а не пустое множество. Ой, извините, наоборот, да, наоборот тут 0, а тут, значит, какие-то там мю и лямбда, которые одновременно не равны нулю. Не равны нулю одновременно. Ну, то есть, очень понятно, что решение – это просто плоскость x0 равна нулю. То есть вот плоскость, натянутая на x1, x2. Вот, то есть это такая как бы супер вырожденная коника, она называется двойная прямая. То есть когда вот эти вот две плоскости на самом деле сливаются в одну. То есть у нас еще есть случай с 0 под рет равно нулю, который называется двойная прямая. Значит, это двойная прямая. А, это пара прямых. Вот, то есть получилось. Вот теперь у нас как бы полная классификация, действительно, мы даже вспомнили все-таки забытую, забытую совсем выраженную конику. Значит, давайте я нарисую, что у нас получилось. У нас получилось всего три проективно-неэквалентных случая. Значит, один – это невыраженная коника, ну, которую мы можем изображать там схематически, как эллипс, но нужно понимать, что на проективной плоскости различие между эллипсом, гиперболом и параболой, оно исчезает. То есть это все становится просто разные образы одной и той же коники. Вот, потом у нас есть случай двойная прямая, извините, пара прямых, и есть случай двойная прямая. Давайте я тут поставлю кратность 2. Вот, замечательная простая классификация. Согласитесь, что это гораздо проще, чем там отдельные эллипсы, отдельно параболы, отдельно гиперболы. То есть сила проективной геометрии в том, что она позволяет отбросить какие-то несущественные особенности, какие-то несущественные свойства, а выделить именно то, что важно. То есть понятно, что вот важно, что вот эта коника не выраженная, а эта выраженная, это действительно сильное различие. А то, что эта коника в каких-то картах выглядит, как херебса, в каких-то гипербола, ну, это для геометрии не так важно. Вот, то есть то, что нарисовали, это проективная классификация коник, которая гораздо проще, чем эфинная. И это, в каком-то смысле, оправдание проективных пространств и проективной геометрии. То есть, может быть, как инструмент они немножко сложнее, чем эфинные пространства, но зато этот инструмент позволяет нам лучше видеть. То есть это проективная классификация коник на вещественной проективной плоскости. Ну и раз уж мы заговорили о кониках, как-то сложно не упомянуть проективную двойственность. Давайте я несколько слов про нее скажу. Это довольно мощный инструмент решения всяких задач в планиметрии, ну и сама по себе красивая штука. Значит, чтобы определить проективную двойственность, нужно зафиксировать какую-нибудь конику. Значит, что такое вообще проективная двойственность? Ну, если неформально, это некое соответствие между точками и прямыми. То есть мы точки на проективной плоскости хотим сопоставить прямую, которая ей двойственна. То есть это прямая называется поляра. Ну и в обратную сторону это работает. То есть если у вас наоборот есть прямая, то ей мы сопоставляем обратную точку, это называется полюс. И это обратное отображение. То есть есть такое взаимодозначное отображение, которое точки сопоставляют прямую, и есть обратное к нему, которая прямой сопоставляет обратно точку. Значит, меня когда-то, когда я года два, что ли, или даже три об этом рассказывал, студенты спросили, а почему полюс и поляра? Я тогда совершенно не знал ответа на этот вопрос. Нет, наоборот, они не это спросили, да. Они меня, когда мы изучали поляризацию биринейной формы, спросили, почему поляризация? Да, я ответа на этот вопрос не знала, но с тех пор я выяснила, а вот поляризация – это потому что полюсы поляра. То есть вот поляризация, которую мы изучали, непосредственно связана с проективной двойственностью. То есть это как бы примерно одно и то же. То есть что происходит на уровне линейной алгебры? Значит, у нас есть… Да, и чтобы ее определить, нужно зафиксировать конику. Значит, мы сначала фиксируем, раз и навсегда, как будет коник. Ну, обычная окружность фиксируем. То есть определяет проективную двойственность относительно окружности. Значит, давайте я напомню, что такое поляризация. Значит, поляризация – это способ по квадратичной форме, то есть по конике. Значит, вот носить квадратичная форма, а ей соответствует коника с заданным уравнением q от x0, x1, x2 равно 0. Вот. И мы по квадратичной форме с помощью поляризации умеем восстанавливать ее биринейную форму. То есть форму от двух уже переменных. То есть тут какой-то вектор, тут какой-то вектор. Вот. Но тогда на уровне коники у нас тоже должна быть какой-то способ по конике восстанавливать как бы скалярные произведения разных векторов. То есть тут тоже на геометрическом уровне что-то должно быть, и вот это что-то – это и есть проективная двойственность. То есть как бы с философской точки зрения проективная двойственность – это геометрическая интерпретация поляризации. И это действительно несложно проверить, но давайте я дам сначала чисто геометрическое определение проективной двойственности. А в качестве упражнения оставлю то, что это действительно приходит из поляризации. Давайте такое совершенно школьное геометрическое определение. Значит, вот у нас есть окружность, есть точка. Я хочу определить ее поляру, то есть двойственную прямую. Значит, для этого мне нужно из точки провести две касательных окружности и соединить точки касания. Значит, вот у меня была точка, а это ее поляра. Точка А, а это поляра. Давайте я буду его означать ЛА. Поляра точки А. Ну, обратное отображение, понятно, как определить. Значит, теперь у нас есть та же самая окружность, есть какая-то прямая. Вот, мы возьмем ее точки пересечения с окружностью, проведем там касательные. Ну, и эти касательные пересекутся в какой-то точке. Значит, мы эту точку будем называть полюсом прямой Л. Ну, тут возникает, конечно, вопрос, а что делать, если прямая не пересекает окружность? Да, как найти поляру? Ну, давайте я окружность тоже нигде обозначу через С. Да, как я уже говорил, вместо окружности можно взять абсолютно любую конику. Просто, ну, окружность – это какой-то такой школьный объект, поэтому я нарисовал окружность. Значит, что делать, если Л, пересеченное с С – это пустое множество? То есть окружность и прямая не пересекаются. Ну, на самом деле, тут тоже есть рецепт, что делать. Ну, давайте сначала сформулируем какое-то общее утверждение, значит, что мы хотим получить. Значит, у нас есть точка на проективной плоскости, и мы ей хотим сопоставить прямую. Давайте. А, большое. Прямую на той же самой проективной плоскости. И мы хотим, чтобы было обратное соответствие. Значит, если есть прямая, то мы сопоставляем точку. Значит, на самом деле, с точки зрения линейной алгебры есть очень простой способ вот это вот реализовать. Давайте теперь вспомним, что, значит, проективная картинка, теперь перейдем к линейной алгебре. Значит, что значит, что у нас есть точка на проективной плоскости, если мы теперь вспомним, что проективная плоскость – это множество прямых в трехмерном пространстве. Значит, что такое в этом случае А? Ну вот, когда мы говорим, что точка лежит на проективной плоскости, мы можем вместо этого сказать, какое утверждение на языке линейной алгебры. То есть можем вспомнить, что проективная плоскость – это множество прямых в трехмерном пространстве. Значит, что тогда тут вместо этого нужно написать? Прямая, как это значит, через... Да, то есть мы теперь можем сказать, что вот у нас есть прямая. Значит, давайте ее как-нибудь... Обозначить, чтобы это не путалось. Давайте L большое. Я ее буду обозначать. Значит, есть прямая L большая, которая лежит в трехмерном пространстве. Ну и проходит через ноль, естественно. То есть это векторная прямая. А мы хотим этой прямой сопоставить проективную прямую. Да? Что это значит на языке линейной алгебры? Значит, проективная прямая на проективной плоскости. Что это такое на уровне трехмерного векторного пространства? Да. Все прямые, проходящие через 0,0 в R3, которые лежат в одной двумерной плоскости. Да, совершенно верно. То есть можно про это думать просто как про двумерную плоскость в R3. Значит, это прямая, а это плоскость. Ну и мы хотим обратную, соответственно, плоскость, которая как-то строится по прямой L. Вот, ну и мы хотим обратную, соответственно, теперь наоборот у нас есть прямая. А, извините, плоскость. А мы хотим по ней построить какую-то прямую, которая от этой плоскости зависит. Значит, если гонить идеи, вот вам дали прямую, трехмерную просто, ну проходящую через 0. Как ей поставить соответствие плоскости каким-нибудь естественным образом? Вот, ну подсказка, что для полярной двойственности нужна коника. Что коника на языке, или не на алгебре, это все равно, что квадратичная форма. Квадратичная форма – это на самом деле что-то вроде скалярного произведения. Здесь у нас есть скалярное произведение, есть прямая. То как поставить этой прямой соответствия плоскости каким-то естественным образом? И все происходит, и тут важно, что все происходит в трехмерном пространстве. Проективная двойственность – это такое, как бы, очень, это очень интересное явление, но оно существует только на проективной плоскости. Вот в таком виде именно как соответствие между точками прямыми. То есть можно при проективной двойственности многомерном пространстве, а там вместо прямых нужно будет брать гиперплоскость. А вот именно соответствие между точками прямыми только на проективной плоскости бывает, естественно. Если у нас есть скалярный произведение, то у нас можно посчитать косимусы углов между прямой и косимикой координатами. А, тогда координаты надо фиксировать? Это уже будет как-то не очень естественно, понимаете? Вот видите, вот тут определение, никаких координат. Да, окружность есть, координат нет. Вот хочется как-то это же определение. Переговорить на языке линейной алгебры. А если координаты ввести, то уже будет что-то совсем неестественное. Там у Арины будут одни координаты, а у Богдана другие, и они никогда не договорятся, у кого что. Ну, можно взять ортогональное дополнение. Если у нас есть прямая, то можно взять плоскость, которая ей преподникулярна. То есть, давайте определим вот на этом языке полярную двойственность таким образом. Значит, ПЛ – это ортогональное дополнение к Л. А ЛП – это ортогональное дополнение к П. То есть, вот у нас прямая, а мы берем плоскость, которая ей перпендикулярна. Ну и наоборот, если есть плоскость, мы берем прямую, которая ей перпендикулярна. Вот я утверждаю, что это ровно то же самое. Ну, если правильно выбрать квадратичную форму, вот здесь вот, то есть вот это вот скалярное произведение. То есть, давайте возьмем ту же самую форму, которая у нас и раньше была. Х1 квадрат, Х0 квадрат, плюс Х1 квадрат, минус Х2 квадрат. То есть, вот если определить скалярное произведение, но оно будет не скалярное, скалярное должно быть положительно определенное. Давайте, скажем, все-таки беринейная форма, симметричная беринейная форма. Ну вот, если определить эту симметричную беринейную форму, относительно нее брать ортогональные дополнения, то все получится. Ну, это не совсем привычное нам было, это ортогональное дополнение. Вот, то есть, наверное, тут нужно написать, что вот ортогональные дополнения относительно формы Куфер. Они обычные. Ну, в общем, я предлагаю вас продумать, что действительно вот это вот абстрактное линейно-алгебраическое определение полностью совпадает с вот этим вот наглядным геометрическим определением. Если вы перейдете как бы вот от этого языка к этому, то вот ровно вы вот то и получите. Ну, еще надо правильно афинную карту выбрать. То есть, афинную карту, конечно, нужно брать Х0 равно 1. Там как раз коника наша превратится в окружность. Сейчас не извините, не Х0, а Х2 равно 1. То есть, там как раз коника превратится в окружность, и получится ровно вот это вот определение. Ну, давайте, значит, считать, что вот у нас есть одно линейно-алгебраическое определение, которое абсолютно общее и работает для любой плоскости и прямой. Ну, а есть вот это геометрическое, которое мы пока не поняли, как работает там в каких-то особых случаях. Ну, пока давайте, наверное, этим удовлетворимся. И я сформулирую некоторые важные свойства полярной двойственности, которые, очевидно, следуют из определений. А потом уже из этих свойств мы дополним геометрическое определение, так чтобы оно всегда работало. Значит, какие полезные свойства у проективной двойственности. Значит, если у вас есть прямая, и на ней какие-то есть точки, а вы берете проективно-двойственные к ним. Да, вот, допустим, у меня на прямой были точки А и Б. И мы взяли проективно-двойственные к ним, и это получатся две прямые. Значит, ЛА и ЛБ. Сейчас точки я обозначила большими буквами. Значит, А, Б. Значит, ЛА, ЛБ. То тогда непременно точка крещения этих прямых, она будет двойственна прямой, проходящей через А и Б. То есть, если вот эта вот точка какая-то М, то вот эта вот прямая, проходящая через А и Б, это будет прямая ЛМ. То есть, она будет двойственна точке М. Вот такое вот полезное свойство. Ну, понятно, что есть и двойственные к нему. То есть, если наоборот у вас две прямые Л1 и Л2 пересекались по какой-то точке А, а вы взяли двойственные к ним точки, значит, не, давайте точка М. Вы взяли точку А, Л1 и точку А, Л2. А, Л2, то тогда проходящая через них прямая будет двойственной КМ. Ну, это что-то, что нужно проверить, да, это, конечно, не то, что прям мгновенно очевидно, но это очень легко следует из определений. Значит, давайте я оставлю в качестве упражнения проверить, что это выполняется. То есть, двойственность сохраняет отношение инцидентности. Что это означает как бы инцидентность? Это вот точка лежит напрямой или прямая содержит точку. Мы как бы считаем, что это как такое, что ли, отношение, в котором нам не важно, что является точкой, что является прямой. То есть, мы говорим, что прямая точка инцидентная, вот если точка лежит напрямой или прямая содержит точку. это какое-то одно и то же. То есть отношение инцидентных сохранить, точка становится прямой, прямая становится точкой, но если точка лежала напрямой, то двойственная и прямая будет содержать двойственную прямую точку. То есть объективная двойственность не может сделать так, что у вас была точка напрямой, а стала прямая отдельно, и точка где-то не на ней. Так не бывает. Собственно, из этого свойства можно вывести, как дополнить это определение, в случае, когда прямая не пересекает окружность. Давайте я это сотру, и мы рассмотрим случай, когда прямая не пересекает окружность. Вот окружность, и вот прямая. А мы хотим построить полюс, прямая r, и мы хотим построить ее полюс. Значит, как нужно действовать? То есть, видимо, нужно пытаться строить то, что мы можем. То есть, можно, например, взять на этой прямой какую-нибудь точку и построить ее поляру, как бы для точек вне окружности. Да, кстати, я тоже обошла молчание, но хороший вопрос – а как строить поляру точки, если точка внутри окружности? Мы же не можем провести касательные из точки внутри окружности. Ну, на это мы тоже сейчас ответим. Давайте сначала разберемся с прямой. Значит, вот у нас есть на прямой точка, а поскольку прямая не пересекает окружность, точка точно будет вне окружности. Значит, мы можем провести из нее касательные и построить поляру. поляру. Сейчас давайте я, чтобы не запутаться, эту точку сделаю красной, значит, ее поляру тоже сделаю красной. Вот. А теперь мы можем взять какую-нибудь другую точку на той же самой прямой, вот, например, зеленую. И у нее тоже построить поляру. Она тоже лежит вне окружности. Значит, мы проведем касательные и построим поляру. поляру. И у нас появляется точка пересечения этих поляров. И она просто обязана быть полюсом вот этой вот прямой. Сейчас давайте я прямую сделаю синий. Значит, это будет полюс прямой. Я хочу отметить, что это чисто логическое следствие вот этих свойств. То есть, если вы докажете эти свойства, то дальше как бы это вот чисто, как в школьной планиметре из аксиом что-то выводит. Вот тут тоже. Если вот это применять за аксиому, то это прямое логическое следствие. Вот. Ну и теперь понятно, что делать. В смысле, как наоборот строить поляру. Поляру точки, которые внутри окружность. Ну и нужно провести какие-нибудь две прямые через эту точку. Они, естественно, пересекут окружность. Значит, поэтому у них мы без труда найдем полюса. Вот. Соединив эти полюса, мы построим поляру точки. В общем, это совершенно двойственное рассуждение. Да. Ну и чтобы показать, что проективная двойственность полезная штука, давайте я сформулирую несколько теорем проективной геометрии. И покажу, как одну из них получить из другой с помощью проективной двойственности. Ну, я не уверена, что я успею какие-нибудь из этих теорем доказать. Но в любом случае мне кажется, что эти теоремы нужно один раз услышать. То есть в 19 веке это просто была вершина геометрической мысли, эти теоремы. В общем, мне кажется, и в наше время они тоже производят впечатление. Ну и в каком-то смысле все это вариация одной и той же теоремы. Об этом я тоже пару слов скажу. Значит, первая теорема – это теорема Палпа. Значит, Палпа – это был такой древнегреческий математик. Один, по-моему, из последних известных древнегреческих геометров. Ну, он уже жил, по-моему, в третьем, что ли, веке нашей эры. Или даже в четвертом, может быть, в Александрии. По-моему, в тот момент, когда вся математика переместилась в Александрию. То есть даже, может, это неправильно уже назвать древней Грецией. Но, в общем, это как бы такой эллинистический период, когда распалась империя Александра Бакедонского, но остались какие-то центры вроде Александрии. То есть большинство результатов проективной геометрии – это уже скорее 18-19 век, но вот этот результат гораздо древнее. Значит, пусть у нас есть угол, то есть две прямых. Ну, я тут в скобках замечу, что две прямых – это коника, как мы знаем. То есть на самом деле у нас тут есть коника, но вырожденная. Значит, вот есть угол. Дальше мы на одной стороне этого угла выбираем три точки – А, В, С, как угодно. И на другой стороне угла выбираем точки А1, В1, С1. Тоже совершенно как угодно. И дальше мы должны соединять таким образом. Значит, мы соединяем А, В1 и наоборот В1. И берем точку пересечения. Потом мы, например, соединяем А, С1 и А1, С. И тоже берем точку пересечения. И, наконец, мы соединяем В, С1 и В1, С. И получаем третью точку пересечения. Вот эти три точки, они всегда лежат на одной прямой. То есть вот эти розовые точки всегда будут лежать на одной прямой. То есть я то, что требуется доказать, давайте проведу синюю. Значит, вот белое и розовое – то, что мы строим. Но про синюю прямую требуется доказать, что действительно она, проходящие все розовые точки. А вот эта конфигурация, то есть если мы докажем эту теорему, мы получим конфигурацию из девяти точек. Значит, вот А, В, С, А1, В, С1 и вот эти М, Н, К. Значит, получается девять точек. И из них, кроме этих девяти точек, у нас есть еще прямые, которые их соединяют. И на каждой прямой лежит по три точки. Значит, вот есть прямая, давайте посчитаем, сколько есть прямая, А1, В, А, В1, В, С1, В1, С, А, С1, А1, С. И еще есть, собственно, прямые угла и вот эта синяя прямая. То есть получается девять прямых. То есть тут нарисовано девять прямых, вот на этой картинке, и девять точек. И вот в этой конфигурации, да, причем на каждой прямой лежит три точки, и... Да, и через... Сейчас... Что еще тут? Ну да, потому что на каждой прямой лежит три... А, и через каждую точку проходят три прямых, да. Это может быть так сходу не видно, но да. Через каждую точку проходят три прямых, и на каждой прямой лежит три точки. Вот такая исключительно симметричная конфигурация. Она называется «Конфигурация Паппа». Да, есть такая совершенно замечательная книжка Гильберта и Конфоссона, которую я очень рекомендую читать. Называется «Наглядная геометрия». Давайте даже напишу. Может, здесь кто-нибудь и почитать. Она, конечно, есть там в оцифрованном виде, но можно ее, наверное, и купить, может быть, она переиздавалась. Значит, Гильберт. Гильберт – это был один из величайших математиков прошлого века. Он написал вместе с Конфоссоном очень понятную книжку по геометрии. Вот там сейчас начинается, ну, я не помню, первая глава или вторая, но еще одна из первых глав как раз начинается с конфигурации Папп. Да, то есть я замечу, как бы, что еще тут забавно, что если вы теперь рассмотрите двойственную картинку, то есть вы у каждой прямой возьмете полюс, а у каждой точки возьмете поляру, то вы опять получите конфигурацию Папп. Ну, я не буду это производить на доске, давайте оставлю в качестве упражнения, что двойственная конфигурация выглядит так же. Значит, двойственная конфигурация совпадает с исходной. Ну, в смысле совпадает как конфигурация, то есть прямые, конечно, будут другие, но как бы с комбинаторной точки зрения она совпадает. То есть как бы отношения инцидентности все сохранятся. То есть по-прежнему на каждой прямой будет три точки, а через каждую точку будет проходить три прямых. Двойственная конфигурация тоже конфигурация Папп. Ну и две других теоремы, они на самом деле прямо буквально такие же. Потому что что мы тут сделали? Мы взяли конику, а дальше на ней взяли шесть точек. То есть вот АВС и А1В1С1 – это шесть точек на конике. Ну, правда, коника была такая какая-то вырожденная. Давайте теперь возьмем невырожденную конику и посмотрим, какая теорема получится. А что, какое-то недоверие вызывает упражнение? Что не получится там? Прямо так. У нас есть еще точка. А, вот это? Ну, это артефакт коник, это вырожденный. Вот появилась эта точка. Ну, как бы это… Ну, потому что коника вырожденная. Сейчас будет гораздо лучше. Сейчас не будет никакой такой странной точки. Потому что мы возьмем невыроженную конику. Это называется теорема Паскаля. То есть теорема Паппа для невыроженной коники превращается в теорему Паскаля, которая уже была открыта гораздо позже. Ну, как видно из ее названия французским математиком Паскалем. Это, по-моему, я не помню, Паскаля XVII века или XVIII? Семнадцатый. Семнадцатый. Ну, в любом случае, это было там на 12 или 13 столетие позже Папа. Значит, пусть у нас есть коника на сей раз невырожденная. Какая-то она совсем не похожа на эллипс. Ну, давайте окружность возьмем. Хотя это, конечно, верно любой невыраженной конике. Ну, если вы хотите давать эту задачу школьникам, как задачу планиметрия, то можно говорить про окружность, иначе совсем без шансов, что они ее решат. Значит, пусть у нас есть окружность, и мы на окружности взяли шесть точек. Совершенно произвольно. То есть можно сказать, что мы взяли вписанный в окружность шестиугольник. Сейчас надо ее как-то так выбрать, чтобы нужные мне прямые пересекались внутри доски. Значит, я буду пересекать, ну, примерно как в теореме Папа. То есть надо было бы... То есть вот эта вот первая точка. Значит, потом, видимо... Значит, нужно пересекать противоположные стороны этого шестиугольника. То есть вот, наверное, вот эта вторая точка. Потом вот эта третья точка. Это четвертая точка. Да, и вот мы пересекаем 1, 2 и 4 и 5. Это как раз противоположные стороны четырехугольника. То есть это пятая точка. Ну, и это тогда шестая точка. Вот. Давайте я их так и обозначу. Значит, только тут они будут идти по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, нужно соединить... Значит, что там? 1, 2 и 4, 5. Значит, 1, 2 пересечь и 4, 5. Да, вроде они даже пересекаются в шаговой доступности. Значит, это розовая точка. Теперь мы пересекаем 5, 6 и 2, 3, видимо, да? Это противоположные стороны. Тут они, конечно, условно пересекаются, но ладно. Значит, вот еще одна точка. И еще нужно пересечь 1, 6. Да, тут уж они прям совсем не влезают. Сейчас давайте я вот это немножко подвину. А то как-то совсем печально. Значит, пусть 1 будет вот здесь. Так, а теперь что-то получается как-то странно. Значит, 1, 6 нужно пересечь с 4, 3. А, нет, просто у меня опять... Вот опять они крайне плохо. Сейчас давайте я один еще подвину. Ну, то что же это такое? Вот так. Да, на двуме я тоже заранее подготовил чертеж. В городинце, наверняка, тоже есть соответствующая картинка. А, нет, абсолютно прямой. Ну, конечно, друзья, это полный аналог теоремы Паппо, да. Только для невыраженной коники. Значит, вот эти точки должны быть на одной прямой. То есть теорема Паппо – это выраженный случай теоремы Паскаля. Теперь мы можем это сказать, поскольку мы знаем, в чем состоит теорема Паскаля. Ну, Папп, конечно, этого не знал. Но Гильберт как раз в этом ключе и объясняет, да, что вот теорема Паппо – это выраженный случай теоремы Паскаля. И вообще это как бы все одна и та же теорема, если взять произвольную конику и для нее сформулировать эту теорему. Да. Значит, ну, отдельный вопрос, как это доказывать. Понятно, что проще всего сделать какое-то проективное преобразование, которое конику… Конику переведет в конику, ну, а какую-то там из прямых переведет в бесконечно удаленную прямую, и тогда там можно будет как-то что-то, видимо, упростить. Ну, в общем, это я оставляю в качестве упражнения продумать, как это доказывать. А в заключение я просто хочу показать силу проективной двойственности, как с помощью проективной двойственности с теоремы Паскаля сразу получить теорему Брианшона. Значит, теорема, которая была позже найдена. Брианшон, по-моему, это уже… Ну, хотя, честно говоря, не помню, но мне кажется, все-таки он сильно позже, чем Паскаля. Может быть, конец 18-го, начало 19-го. Ну, не помню. Вот. Значит, нужно просто перейти к двойственной картинке. То есть у каждой прямой взять полюс, у каждой точки взять поляру, ну, а коника останется коникой. Значит, тогда у нас… Давайте я нарисую маленькую картинку, а то мне не влезет. Вместо вписанного шестиугольника получится описанный. Это я вам предлагаю проверить, что это как бы прямо следует из проективной двойственности. Значит, получается… Раз, два, три… Значит, давайте я сразу буду пересекать у этого шестиугольника, мы будем пересекать противоположное… Ой, нет, не пересекать. Значит, теперь мы не противоположные стороны должны пересекать, а соединять противоположные вершины прямой. Вот. Значит, давайте я дорисую этот шестиугольник. А, на самом деле я напрасно так мучаюсь, можно нарисовать нормальную картинку, потому что там ничего не выйдет за пределы доски. Значит, давайте рисуем картинку побольше. Значит, вот у нас есть шестиугольник, описанный вокруг коники. Значит, мы соединяем у него противоположные вершины, то есть берем такие как бы самые длинные диагонали. Вот они должны пересечься в одной точке. То есть давайте я розовым отмечу, как бы, вот эти диагонали – это будут двойственные поляры к розовым точкам, а вот эта синяя точка – это будет двойственный полюс к синей прямой. Вот. Получилась теорема Бряншуна. То есть у описанного шестиугольника вот такие вот самые длинные диагонали всегда пересекаются в одной точке. Вот. Ее можно доказывать как бы само по себе, можно вводить из теоремы Паскаля, можно, наоборот, теоремы Паскаля вводить из нее. В общем, тут масса вариантов. В общем, я призываю вас подумать, как это все доказывается. Ну, и заодно проверить, что действительно теорема Бряншуна двойственно к теореме Паскаля. То есть поэтому можно сказать, что все эти теоремы, на самом деле, одна и та же теорема. Ладно, давайте мы на этом остановимся. А в следующий раз тогда начнем все повторять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова